Всем привет! Вы знаете, мне очень нередко пишут комментарии о том, что один негатив, какие-то негативные истории, зачем вообще об этом говорить? Это нужно прям умалчивать, то есть не надо... Все это типа знают, зачем лишний раз об этом общаться, разговаривать? Моё мнение такое, что наоборот нужно говорить, просвещать людей, давать им такие примеры, как можно поступать в такой ситуации. Или человек, который даже об этом не задумывается, хотя бы со стороны, может быть, кто-то себя в чём-то увидит, это как-то в сердце отзовётся, да, может быть, начнёт менять свою жизнь. Потому что мне очень часто пишут девочки, что я просто слушаю ваш канал, к Турции никак не отношусь, и благодаря вот этим историям и вашим советам я очень сильно там за год последний, полтора-два поменяла свою жизнь или отношение к жизни, к каким-то ситуациям, взгляды свои. Потому что я просто раньше, не слушая этих историй, не задумывалась, что у меня что-то похожее есть, да. То есть в любом случае огласка каких-либо моментов, она помогает другим людям посмотреть на себя или заглянуть к себе внутрь в свою душу. Это очень полезно, когда ты живёшь в зоне своего комфорта, ничего замечать не хочешь, соответственно, это очень полезно, посмотреть на себя со стороны. И сегодня я хочу вам зачитать письмо от моей подписчицы. Она не просит какого-то совета, она просто хочет рассказать вам о том, как сложилась её жизнь. Возможно, для кого-то, кто в подобной ситуации, это будет чем-то воодушевляющим, поддерживающим. И, в общем, кому-то это в чём-то поможет. Поэтому я хочу зачитать сейчас историю и там немножко потом её в конце прокомментировать. Итак, давайте. Здравствуйте, Галина, с наступившими у вас праздниками. Меня зовут Любовь. Я вас слушаю пару лет с тех пор, как я решила сама изменить свой внутренний мир, чтобы начать жить так, как я хочу. Я росла в большой семье. Папа, царствие небесное, ему был очень агрессивным. Не к детям, а к супруге, к моей маме. В своё детство я помню, как он меня сравнивал с другими, какую-то критику и побои. Позитива было мало и очень редко. Я всё это видела, я росла очень замкнутой. Как-то стало, когда появилась возможность, я уехала в другой город. Сейчас я простила, конечно, папу. Он не виноват, он просто по-другому не мог и не знал. Раньше, конечно же, всё было иначе. В дальнейшем я, конечно, была уверена, что вырасту и такой семьи я не хочу для себя. И вдруг встречаю молодого человека, точь-в-точь, агрессивного, такого же, как в начале отношений. Это было не совсем раскрыто. То есть я встретила копию своего папы. Но потом с каждым годом всё усиливалось и усиливалось. Мы дрались, отношений человеческих всё меньше и меньше. Он постоянно хотел меня менять. Спустя шесть лет я забеременела. Я очень хотела быть мамой. Вот я стала мамой. И всё сильнее с его стороны усиливались агрессия, ревность к ребёнку, претензии, постоянная ругань, постоянные побои. Мы просто друг друга избивали. Он ещё и был маминкиным сыночком. Это было просто ужасно. Любой вопрос решался только с его мамой. Постоянно ездил на выходные к маме. Она его ещё больше накручивала там. А до ребёнка ещё много раз я собиралась уходить, конечно, от него. Но не знала, куда идти. Повозвращаться мне было некуда. Я не знала, что менять, как менять, что вообще делать. Сейчас, смотря на всё это, я не могу поверить в то, что я всё это терпела. Вопрос, для чего? Я умирала в этих отношениях и от этих отношений. Я была просто в болоте. Я осознавала, что продолжаю уже всю свою жизнь проживать так же, как в детстве. И ничего не изменилось с моего детства. Я начала себя слушать, прислушиваться, что я хочу, к чему я иду. Ведь я пришла в этот мир не просто так. Я начала изучать психологию отношений, детей, родителей. Это длилось примерно три года. В один из вечеров снова скандал. Я собрала вещи в очередной раз, но он оказался в этот раз последним. Я с ребёнком уехала к своей знакомой. Против меня были все. Типа, куда ты? Ой, все так живут. Да смирись. А я понимала, а я не такая, как все. И смириться с этим я не хочу и не готова. Я осознавала, почему всё-таки я переживаю то же самое, как и в своём детстве. Я хочу другой жизни для себя. Да, в конце концов-то для своего ребёнка я это всё хочу сделать. Если на себя мне даже безразлично. Многие мне говорили, терпи ради ребёнка. А что значит ради ребёнка? Ведь когда он подрастёт, он мне за это спасибо не скажет. Поверьте, я здесь даже остановлюсь, потому что вы были этим ребёнком. И не благодарны своим родителям за такой опыт, конечно. Пару недель мы пожили у знакомой. Потом я сняла квартиру, приехала с дочкой. Сложный год был, конечно. Все родные просто отвернулись от меня. Никто не общался, никто меня не поддерживал. Но от этого я стала ещё сильнее. Подруга моя это со временем исчезла. И я поняла одно. Пусть весь мир перестанет со мной общаться. Пусть всё исчезнет. Зато я буду жить так, как я хочу. Сейчас, снимая такую же квартиру, дочка входит в садик. Я работаю. Да, сложности есть. Но зато моё психическое состояние я смогла изменить. Я перестала страдать. И то, что я прошла в жизни, просто необходимо было пройти, чтобы понять потом, что это всё моё правильное решение, к которому я в итоге пришла. Теперь я себя люблю. Я себя ценю. Я не думаю о том, как подумают обо мне другие люди. Просто я выздоровела. И я ещё выросла. Это и есть огромное счастье. Почему я начала свою историю именно с детства? Милые, прекрасные девушки, родители, если вам наплевать на себя, пожалейте своих деток прекрасных. Они-то ни в чём не виноваты. Меняйте сейчас свою жизнь. Жизнь, потому что у нас одна. Пусть души радуются наши, они страдают. Меняйте, ломайте мосты. Любовь – это не боль. И не занимайтесь мазохизмом. Любовь – это нежность, забота, понимание. Берите свою жизнь в свои руки. В детстве мы родители. И семью мы не выбираем. А во взрослой жизни мы сами хозяева своей жизни. Так что дерзайте, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Будут другие проблемы, но это уже совсем другое. Это маленькие хлопоты. Любите сейчас свою жизнь, чтобы перед смертью не возник вопрос «А почему?». Спасибо вам, Галина. Надеюсь, мой крик души, мой рассказ кого-то вдохновит. Вот такая замечательная история. Пример. Я хочу как психолог немножко резюмировать. Почему это произошло? Потому что вы вовремя начали читать книжки психологические. И занялись этим вопросом. И, естественно, точка кипения вас дошла. У вас был плохой предыдущий опыт. Вот из детства у вас было на чем основываться. То есть я не хочу так же, как родители. Вас это очень сильно в детстве затронуло, наложило отпечаток. Вы всегда знали, что это негативный образец для меня. То есть я автоматически жила, да, и не замечала, что я повторяю судьбу своих родителей. Я живу в таких же отношениях. Вы правильно подметили, что почему это закончилось? Потому что я повзрослела, выросла, выздоровела. Я занялась своим психическим здоровьем. Совершенно верно. Только это вам и помогло. Но, скажем так, жертвы, и не только домашнего насилия, а вообще, в принципе, людей, живущих не так, как они хотят, которые не берут ответственность за свою жизнь в свои руки, их очень-очень много. Это, блин, практически каждый второй в нашем постсоветском пространстве. Потому что у нас вообще еще было очень много научений о том, что за тебя решают общество, вот социальное общее одобрение, что мы живем в наши постсоветские моменты, да. В мусульманском обществе здесь тоже все это есть, но немножко в другой форме, но суть такая, да. А люди европейского склада, которые уже живут там в другой культуре, у них к этому другое будет отношение. Это вот наша такая немножко ментальная проблема в этом тоже есть. К девушкам, которые понимают, что ненормально, когда тебя бьют, обижают, притесняют в семье, не уважают, не обязательно физическое население, а вообще не уважение как личности, да, к своему партнеру, к вам. Если вы чувствуете, что что-то здесь не так происходит, начинайте изучать эту тему, читайте книжки, психологию. Сейчас у меня будут вопросы, а что читать, а куда сунуться? Господи, просто открывайте популярные психологии для начала. Я не могу конкретно ничего посоветовать, потому что я не знаю вашей проблемы. Вы можете брать, например, я просто, что я, да, к чему склоняюсь. К книжкам научным, которые, да, в институте читают, когда учатся на психолога, где конкретная информация. Но просто людям это читать, незнакомыми с терминами, с какими-то моментами психологии, с историей науки психологии, это довольно-таки трудно, неинтересно, это в чтиво не пойдет, это тяжело. Но если вы решитесь на это, да, вы можете читать тупо просто книги, любую подборку института психологии, да, то есть чтобы, что студенты читают, это третий, четвертый, пятый курс, там, пятый я имею в виду, кто, специалитет и так далее, заканчивается. Короче, третий, четвертый курс, все, что по психологии, открывайте программу в интернете, выбирайте книжки, там просто разные темы, социальные, личностные, психология, их очень когнитивные и так далее. Вы можете много-много чего найти интересного, для себя что-то выбрать. Они все хорошие, если вы готовы обратиться к специальной литературе, все книжки хорошие, но трудно их читать, может быть тяжело, может быть конфликтология, то есть выбирайте раздел, который вам интересен. Но почитайте, посмотрите, идет или нет. Если не идет, открывайте популярную ненаучную психологию, это вот всякие писатели, легкие книжечки, популярные бестселлеры в мире, когда психологи, либо кто-то, кто занимается психологией как наукой, пишут потом своих работ, диссертаций, такие легкие, скорее я называю вода, такие книжки, выемки какие-то, тезисы, но они пытаются донести таким более простым публицистическим языком для вас, чтобы вам проще как-то что-то объяснить, там, не знаю, проблемно-эффективные люди, отношения и так далее, этих книг вообще навалом. Но там я могу сказать, что если вы берете книжки научные какие-то, там все конкретно, структуризировано, что, зачем, почему, как происходит, что делать, короче, с этим проще говоря, причины, процессы и так далее. Но написано научно, может быть, неинтересно, но там конкретика, самая суть. И там реально можно порой читать, перечитывать, потому что из башки вылетает информация, которую ты берешь. Ее очень трудно в объеме в таком удержать именно в научном. А вот которые книжки публицистические, общая психология, да, такая социальная для людей, популярная сейчас такой термин, да, популярная психология, там, наоборот, можно будет перелопатить много книжек, потому что там больше воды, меньше сути, но оно написано простым языком. Таких можно, там, знаете, читать абзацами, перелистывать, где неинтересно, но какую-то суть из книжки все равно подловить, что-то для себя открыть. Поэтому я бы посоветовала для тех, кто только начинает, просто читать такие популярные книжки, перелистывать где-то их, где неинтересно, не отзывается, да. Книжка, которая вам зайдет, она всегда отзовется вот корки-докорки прочитать, нам будет вам интересно во всем. Это не говорит о том, что рядом книжки, которые написаны в подобном стиле, вам будут неинтересны, надо больше объем информации брать, да. То-то уже попродвинуть, и я вам советую обращаться к литературе специальной научной психологии, к вот этим всяким книжкам, учебникам и так далее. Очень много всяких статей по изучению каких-то феноменов и так далее в психологических журналах, не космополитанных журналах, да. Есть научные психологические журналы, статьи, то, что сейчас изучается, наука, открытия последних. Это очень интересно, это вообще еще более узкая направленность, кто какой-то, например, сферой одной занят в психологике, только интересное одно направление. Их вообще это... Надо смотреть, следить за трендами, что открытия какие происходят в науке. Это очень полезно. А для мамочек или женщин, в отношениях, у которых есть дети, вы понимаете, что что-то не то в отношениях, или абьюз какой-то идет и так далее. Я вам посоветую читать книжки по воспитанию детей. Вы, по-моему, просто увидите моменты воспитания детей, будете сразу автоматически анализировать то, что в вашей жизни, как вы с родителями общались, чтобы не допускать вообще проблем со своими детьми воспитания. И параллельно, делая хорошо для своего ребенка, да, научаетесь как правильности, вы также откроете моменты те, которые были, например, в ошибках воспитания в семье с вашими родителями. Вы в себе тоже начнете производить эту работу в себе. Что-то поменяете, изменять что-то начнете, да, поймете. И вы поймете, что у вашей семьи не так происходило, что вы хотите, например, изменить. И у вас откроется, скажем так, путь направления в психологию, которое бы вам захотелось потом почитать, поузнавать. И тогда вы уже напрямую можете пойти, например, к учебникам, к узкой специальности какой-то в психологии, о чем можете почитать, узнать, изучать этот вопрос. Вот что я вам посоветую. То есть, если вы вообще не знаете, куда ткнуться, либо вы читаете общую научную, не научную, а популярную психологию, либо у кого есть дети, я вам советую начинать книжки по воспитанию детей. В них тоже их дофига навалом, за ними, честно, даже я не успеваю там отслеживать новинки и все прочее. Есть нетленка психологическая всякая, но новые книжки тоже нужно открывать. И когда их открывать, вы понимаете, я сейчас советую в электронном виде их читать, потому что там, а вы подписку раз оплатили, кум премиум, да, и потом все подряд можете уже в этом приложении, например, читать, все открывать. Понравилось, нет, закрыл. Если вы будете покупать как с листами книжки, то есть не факт, что она вам понравится, дома будет просто макулатура сложена и потрачены деньги, что дешевле, конечно, в электронном и выгоднее варианте это делать, но я обожаю книги читать со страничками, не в электронном виде, плюс у меня глаза быстро устают, это вообще не моя тема, не люблю электронные книги, но, к сожалению, приходится. Но я их стараюсь минимум в электронном книге читать в варианте, максимум в листочках, поэтому я в интернете пролистываю какие-то рекомендации, отзывы обязательно вообще понимать стараюсь, какие-то, может, часто бывают абзацы из книги, как слог идет у человека, да, кто автор, и я понимаю, понравится она мне более-менее или нет, подходит, тогда я ее просто покупаю в печатном виде, эту книжку, и все-таки ее читаю не в электронном. Вот так я поступаю. Кому была информация полезная, я жду ваших лайков под видео, комментариев, репостов этого видео, и, в принципе, подписывайтесь на канал. Я оставляю в инфобоксе, разворачивайте, вот там моя почта, вы можете мне написать, записать на консультацию, записаться ко мне психологическую, вот, если вам нужна помощь, пожалуйста. Так что жду ваши лайки, скоро увидимся. Спасибо за внимание, всем пока!